В это утро мы продолжаем изучение книги Откровения. В этот раз мы посмотрим на послание, которое Иешуа написал в общине в Феатире. Преданная, но компромиссная. Когда мы углубимся в то, что Иешуа говорит в общине в Феатире, Откровение 2, 18-29, мы повторение сделаем краткое о том, что мы изучили раньше. Апостол Иоанн пишет эту книгу, описывает это Откровение, которое Господь ему дал, находясь на острове Патнеса. А ключевой стих находится в первой главе, в 19-м стихе. Там написано, что запишешь то, что ты видел, то, что сейчас происходит, то, что ты в будущем вскоре произойдет. Этот стих показывает строение всей книги. То, что было, ты увидишь, то, что было, это прошедшее время, то, что происходит, это настоящее время, и то, что произойдет, это будущее время. И поэтому книгу на три части делят. Первая часть говорит о прошедшем, то, что произошло, то, что ты видел. Вторая и третья главы говорят о настоящем, то, что происходит. И с четвертой по 22 стих – будущее, то, чему надлежит произойти вскоре. В предыдущих встречах начали говорить о семи письмах, о семи общинам. Мы можем видеть здесь, что эти семь общин находятся на определенном пути. Когда главная община была центральной в эфисе, и от нее уже возникли другие общины, следующие шесть. Сегодня, как вы видите, обозначено синеньким кружком, поговорим об общине в Фиатире. И у всех писем есть похожее строение. Первая община начинается с того, кому надлежит письмо, кому принадлежит. И обращается к ангелу той или той церкви, общине. В каждом письме Ешуа себя представляет по-новому, по-разному, и в соответствии с тем сообщением, которое он этой общине передает. В каждом письме после Ешуа продолжает и говорит, я знаю. Он говорит похвалу общине в продолжении, кроме пятой и последних писем, потому что там нет никакого похвалы. В каждом письме, кроме писем Смирни и Филадельфии, есть обличение, есть наставление. И в каждом письме есть совет, что делать, чтобы справиться с этой проблемой. И в каждом письме есть обращение к каждому тех, у кого есть уши, слышать. И в каждом письме есть обетование для тех, кто устоит, кто прорежется. Последние четыре письма, шестой и седьмой пункты поменялись местами. Несмотря на то, что эти письма обращены к общинам в первом веке, но эти содержания этих писем касаются телу Машиаха всему и сегодня. И важно, чтобы вы помнили, что Слово Божье, оно живо и действенно. И сегодня, по прошествии двух тысяч лет после написания этих писем, мы можем видеть, насколько актуальны эти письма, насколько они касаются и личных наших жизней, и каждой общины, и жизни общины. И несмотря на то, что Ешуа находится сейчас в Деснуе Отца на небесах, там, он все равно смотрит на землю, и он знает, что мы делаем, что мы думаем. И у него есть что сказать каждому из нас, каждой общине, и каждому лично из нас. У него слова обыдрения, но у него есть слова обличения. И нет никакого сомнения, что Ешуа хочет, чтобы мы к этим письмам относились очень серьезно, что мы бы увидели в них послание для каждого, для себя. В прошлый раз мы говорили об общине в Пергаме. Мы говорили о том, что Ешуа знает, что престол Станы там находится. Вспомнили по хвалу, как Ешуа хвалит эту общину, что имя Его держится, что они отрекаются от веры. Даже кто-то умер за имя Господа. Но вспомним даже, упоминаем даже обличение, которое Ешуа сказал этой общине. Из-за того, что был компромисс с грехом, компромисс с миром окружающим. Сегодня мы посмотрим, что Ешуа пишет о общине в Пергаме. Давайте почитаем. Откровением 2, с 18 по 29 стихи. Ангелу Фиатистской Церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицую, учить и вводить в соблуждение рабов моих, любодействовать, и есть идоложертвенная. Я отдал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на отр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее прошу смертью. И разумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим, вам же, и прочим, находящимся в Феатире, которые не держат своего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока придут. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, там удам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющие уха слышит, это слышит, что дух говорит церквам. Как и херес, януфатся. К шем, что гам ани кибалти сомхут меет ави, ваэтэн ло эт куххав ашахар, ми шеозэн ло ишмана ма шеаруах омерет лакеилот. Феатира. Каила месура апшина преданная, но компромиссная. Что мы знаем об общине Феатири? Прежде всего, о городе. Этот город на менее значимый из семи городов, о которых мы говорили. Этот город можно было пройти, но в нем были две важные вещи. В военном отношении здесь была размещена военная база для защиты дороги, ведущей выездный город Пергамус. Два. Из-за того, что она находилась на Пергамусе-Дорог, этот город, она была центром торговли. Одно из производств, которые были там, текстильная промышленность была. Они создавали красочные ткани, особенно пурпурные, малиновые, фиолетовые, королевские цвета. Мы должны помнить. Сегодня мы идем в магазин и выбираем цвет. Но раньше не было так. Нужно было сделать цвет для того, чтобы сделать или из каких-то корней растений, или из растений, которые в море росли, из каких-то улиток и так далее. Таким образом, они сделали такие цвета, малиновые, пурпурные. Лидия пришла из Филипп. Деяне 16.14 написано. И одна женщина из города Фиатир, именим Лидия, торговавшая обогреницах, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Еще что было в этом городе? Фиатира была на перекрытике дорог, было там производство глиняной посуды. И один из функций помощника гончара какой функции была? Это разбить поврежденную посуду железным прутом. Любая поврежденная керамика, которую нельзя было использовать, должна быть разбита железным прутом. И снова измельчена, чтобы использовать ее снова. То есть после того, как разбивался железным прутом, эта посуда можно было снова использовать. Но как Yeshua себя представляет, Фиатир? У нас написано так. Эти слова Сына Божьего, чьи глаза подобны пламени огня, а ноги его подобны Халкаливану. Yeshua говорит им здесь, что Он Сын Божий, «Его глаза подобны пламени огня, а его ноги подобны сверкающей меди». Это описание уже написано в первой главе 14-15. и его глаза и волосы белые, как снег, как шерсть, белый, как снег, и глаза его, как пламя огня, Глаза и знает каждого из нас, даже лучше на своих. Пламя огня так же указывает на его гнев. Медь говорит о приговоре, о суде. Это письмо не нежное письмо. Это не кроткий Ишуа, который пишет послание. Это гневный Ишуа с глазами подобных пламени огня. Когда Ишуа себя представляет, он продолжает, как в любом послании своем, он хвалит, похвалу, пишет, он говорит, «Я знаю». И Ишуа знает все. Ничего они не сказали от него. Нескрытые вещи, неоткрытые вещи. Он знает о проблемах, трудностях, с которыми сталкивается. Каждый из нас это очень обнадеживает. Он не только знает, что с нами происходит, он также руководит всем, чтобы трудности, эти проблемы, которые мы переживаем, также привели к чему-то хорошему в нашей жизни. Много раз вот в такие трудные времена, когда мы находимся внутри этого периода, мы не чувствуем себя так, мы не чувствуем, что Ишуа с нами. Но по прошествии времени испытаний мы можем видеть, что даже в трудные времена Ишуа был с нами. И насколько хорошо знать это, что Ишуа знает, Ишуа знает, что происходит с каждым из нас. Ишуа знает об общине Фиатири. Он знает дела. Он знает их любовь, их веру, их служение, их терпение. Ишуа смотрит на то, что люди делают. Потому что наши действия проистекают из нашей веры, из сердца. И наши действия характеризуют то, кем мы являемся на самом деле. Он заинтересован в том, чтобы через нашу жизнь увидели наши дела. Поэтому он пишет, Я знаю ваши дела. Мы должны помнить, что вера без дел мертвая вера. Яков пишет это в своем послании. Поэтому Ишуа хочет видеть, что наши дела прославляют его имя и имя нашего небесного Отца. так да будет Матфея 5.16, так да свитит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. С другой стороны. Наши дела занимают место веры и заменяют веру. А это становится мертвой религией. А вера умирает. Нам нужно помнить, что наши действия не спасут нас. Спасает только вера. Наши действия будут свидетельствовать о нашей вере. И в конечном итоге на суде нас будут судить по нашим действиям. И если вернемся к феатирской общине, не только от дела, у них была любовь. В отличие от эфицианов, потерявших первую любовь, мы видим, что в них была любовь, они не потеряли эту любовь. у них была вера. Они продолжали верить, полагаться на Господа в разных обстоятельствах своей жизни. У них было служение. Написано здесь слово, это тоже слово, которое пользуется вообще не как дьяко-деканес, служение, как шамаш, служитель. То есть, они оказывали широкий спектр услуг и помогали людям удовлетворять практические потребности общины. То есть, они конкретно помогали. Кроме этого, у них было терпение. Терпение это часть плода духа. И как сильно нам, израильтянам, его не хватает. Но это часть Плода Духа Святого. У них, у Фиатири, в этой общине было часть этого плода духа. Ишуа завершает слова хваны словами. Он говорит, и последние дела твои больше первых. У них есть все это, их любовь, вера, терпение, служение. Ишуа говорит, что сейчас вы даже стали лучше, чем в начале. Вы выросли, развились, у вас больше любви, больше служения, больше веры, больше терпения. Судя по всем этим похвалам, Фиатирская община это была прекрасная община. Мы скажем, какая прекрасная община. Община, которая делает, любит, верная. Но. У нас здесь но. Ишуа видит все. Он видит сильные стороны общины каждого из нас. Но он также видит слабые стороны общины и слабые стороны каждого из нас. Он желает для нас самого лучшего. Поэтому он хочет, чтобы мы улучшились, изменились, чтобы мы не остановились для стекута. Поэтому он не останавливается здесь, он продолжает и но, и говорит но, и обличает. И какое же обличение, которое Ишуа говорит этой общине. Проблема в Театире она была очень похожа на проблему церкви в Пергаме. Это был компромисс с окружающим обществом. Община позволила окружающему языческому миру войти в нее. У них была проблема похожая на то, что было в Пергаме. Но здесь это было не с группой людей. Это было с одной женщиной. Изевель. Изевель. Та же Изевель назначила себя пророчицей. В Эфисе у нас были люди, которые назначили сами себя апостолами. Здесь у нас есть женщина, которая назначила себя пророком. в Танахе в Новом Завете у нас упоминается пророчество. У нас есть двора, Анна и четыре дочери Филиппа пророчествующие. Так Ешуа не обличает об этом церкви. Каждого пророка или пророчицу нужно испытывать от плоти или, от Бога или, возможно, даже от сатаны. Совсем недавно, в прошлом году, появились пророки, которые заявили, что корона исчезнет в апреле двадцатого года. Она не исчезла. То есть, это пророчество было ложным. И другие пророки, которые заявили, что Трамп останется президентом Соединенных Штатов. Что с этими пророками? Тоже лжепророки. Как мы знаем, потому что их пророчества не исполнились. Мы должны проверять избывается или избывается пророчество. Пророк может предсказывать то, что произойдет в будущем. Но он также может от Бога вещи приносить. То есть, учить и проповедовать. Даже Изавель, которая начала себя пророком, научила и изгоняла и подстрекала верующих. Чему учила Изавель? Она учила вещам из глубины дьявола. Вещи, выходящие за рамки простоты Евангелия. Она очень, например, так. Йоси так предполагает. Вы слышали простоту Евангелия. Ну, сейчас приходите, и я научу вас более глубоким вещам. Вещи, которые вы должны знать, чтобы продолжать развиваться. Вы должны стать, помимо простоты Евангелия, Ешуа говорит, что то, чему она учила, эти глубокие вещи, на самом деле, от сатаны. А заявление, желание выйти за рамки написанного Слова Божьего, за пределы простоты Евангелия, за пределы Машиеха и искать большего, это может быть привлекательно, но мы всегда должны смотреть на это с подозрением. И, к сожалению, это существует и сегодня. Да, нам нужно двигаться вперед, да, достигать зрелости в вере, не соглашаться только на молоко, а приходить на твердую пищу. Писание евреям говорит, нам нужно двигаться вперед и познавать глубину Слова Божьего и глубину Бога, но заявление о достижении более глубоких истин, которых нет в Писании, является проблематичным. Фактически, сатана использовал ее учение, чтобы сбить в толку верующих. Она учила компромиссу со стандартами окружающего мира. Это привело верующих к участию в жизни языческого мира вокруг них и смешаться к проституции, к долопоклонству. Изабель не только научила этому, нет проблем в блуде, она была примером того, как это делать. Она учила, что секс это хороший духовный опыт и что нет необходимости ограничивать ее только браком. Из того, что здесь написано, что ей удалось удержать несколько человек вообще из овщины. Была ли женщина по имени Изабель в Феатире или это пророчество символическая фигура для Изабель из Библии, из Танаха? Мы точно не знаем. что мы можем знать из Забель из Танаха. Мы можем это учить царь 3-й и царь и царь 3-й и царь 4-й и царь. И Тилан Ахав сын Амврия неугодный предачами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеравама сына Наватова. Он взял в себе жену Изабель дочь Ефала царя Сидонского и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Ахав делался более всех неугодный предачами Господа. Он сказал самому себе то что Иеравам сын Наватов дел я хочу сделать еще более больше дойти еще дальше от Бога. И я взял жену Изабель дочь Ефала царя Сидонского и Ефал назначение имени то есть верный идол Валу то есть муж Вала. Посмотрим кто такой был этот идол это был главный идол в Ханане значение Господь вы можете здесь видеть такую фигурку этого идола но в дополнении была еще еще идол Астарта богиня Астарта Было много других идолов Астарта была богиней земли подородой ответственной за рост и растительность то есть мать земля как ее называли одним из ритуалов дало поклонство то есть этой богине была церемония принесения жертву действенниц и церемония поклонения и разврата кроме того совершились другие сексуальные церемонии церемонии проводились под деревьями или вокруг них либо специально построенных для этого домах на ее скульптурах этой богини изображена фигура женщины с обнаженной грудью как вы видите Итбал называл Изабель своим домом что означает имя Изабель мы не совсем знаем на сегодняшнем Еврите мы интерпретировали как бы остров мусора ну что делать ну все эти истолкования настоящие они как бы правильные но не на сегодняшнем еврейском языке они не говорили тогда на этом языке если попробуем посмотреть на армейском это интерпретировано как такое аза и бел два слова аза это горящий огонь на алтаре вала мужа это уже кажется более логичным объяснением если есть несколько других объяснений которые превозносят ваала или другого седонианского идола в любом случае царь израиля хав вступает в отношения с язычницей которая активно исповедует свою веру когда мы смотрим в священном писании мы можем видеть что это была самая порочная женщина в священных писаниях она уничтожила своих детей один из ее детей италья вышла замуж царя иудейского и причинила тому что все родословные иуды почти погибло это изевель она принесла с собой седона и дала поклонство и не только принесла это но она развила это поклонство как никто другой делал бы этого мы можем видеть в царствах 18-4 и когда изевель истребляла пророков господних Авдин взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водой изевель изевель убивал пророков господних слава богу за Авдия который свою жизнь в опасности готов подвергнуть чтобы скрывать пророков господних он не просто их скрывал он запутался о еде он был такой парень очень креативный но вернемся к изевель она убила пророков господних и она развила всю эту работу этого поклонства 18-й глава 19-й стих Илья говорит Ахаву и говорит теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармин и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных питающихся от стола Изевели Изевель заботилась о 850 пророках Ваала и покрывало весь их недостаток всю их нужду кто вышел против нее Илья он был единственный который выступил против нее и Лерон в начале служения нам читал этот отрывок что Изевель когда после убийства в 850 пророков на горе Кармин она хотела убить Илью грозила после такого великого победы который был у Ильи он получает маленькое такое послание письмо от Изевель и его сердце падает и дрожит и он боится и он убегает мы поговорим об этом Изевель побудила народ Божий благородействовать и даже мужа своего Ахава она отротила от Господа и отдалила от Бога мы знаем эту историю о винограднике Навуфее но он был такой избалованный царь и не очень серьезный не используя свою власть и после того когда он не смог получить этот виноградник он в постели плакался своей Изевели и она говорит ты что царь так веди себя как царь и так она через манипуляцию сделала так что этот виноградник перешел в руки Ахава или мы можем видеть сходство между двумя Изевелями в Танахе и Новом Завете да конечно они побудили Божьих людей совершить блуд как физически так и духовно такое величие Изевели в отрицательном смотре конечно он не получил сделать манипуляции она смогла сделать так чтобы лидеры делали то что она желала Изевель она очень властная женщина и она ищет власть и если ей не дается власть она пытается это получить другими путями как через манипуляции манипуляции на теме кто находится под ее властью таким образом чтобы ее воля ее желание было исполнено не пришел против лидера общины но он против манипуляции что они продолжили делать исполнять ее волю чтобы они этой манипуляции поддавались и поэтому он против того что происходит в общине в феотири ешуа отдал время покаяться но она отказалась для нее это уже потеряно и дети сыновья которые родились в результате ее блуда он убьет но среди других мужчин которые были задействованы в этом деле надежда он призывает ешуа призывает их покаяться если нет не покаяться то у них будут большие неприятности проблемы ешуа хочет очистить общину очистить свою кигелу чтобы мы были хорошим примером для тех кто за ее пределами обратить внимание те вещи которые ешуа пишет то что ешуа обречает общину фет это было сделано членами общины внутри это не люди вне общины то есть члены общины нам тяжело это понять как можно упасть настолько глубоко но это были члены общины поэтому Бог относится к этому серьезно он хочет очистить свою общину чтобы мы могли быть хорошим примером для всех кто вокруг ешуа говорит что он видит на меня сердце и знает наши мысли и что он воздаст каждому по делам он тот кто видит наши мысли и намерения и он вознаградит каждого из нас в соответствии с нашими делами ешуа мог просто сжечь церковь и уничтожить вместе всех грешников но он не делает этого он призывает их к покаянию у нас есть община которая предана богу но идет компромисс с миром и позволяет внутрь войти языческие вещи для поклонства а что происходит в наше время даже сейчас есть стремление гуманизма принести все учения новой эпохи и внести это в школы родители которые учатся в школах могут это видеть наблюдать очень ясно в школах пытаются включить учебную программу все теории все подходы этого нового века на этой неделе Йосиф Вайнер прочитал об одной девушке которая пытается заменить еврейский алфавит и внести дополнительные буквы чтобы подходили всем для всех полов для мужского и женского для тех кто без пола попытка этой нашей новой эпохи вырваться из библейской морали из границы библейской морали они говорят это нормально иметь отношение до брака это даже рекомендуется как вы узнаете что вы сексуально подходите друг к другу это нормально смотреть порно ничего не произойдет нет для пары нет проблем заниматься сексом в открытую это открывает вам разные мысли почему мне не силу делать аборт это мое тело я решаю что правильно для меня то же самое в отношении геев и лесбиянок я так родился цель гуманизма дать человеку возможность почувствовать себя полностью свободным от всех мыслей совести основанных на писании то есть то вы не должны чувствовать себя плохо или виноватым только потому что так говорит слово Божье не все люди в Театире упали в грех те что согрешили Yeshua призывает их опакаяться и в наш период и в наш период Господь нас призывает покаяться вернуться к Нему есть выход из греха мы не должны разочароваться и не слушать Сатану который хочет нас отдалить от Бога он хочет внутрь нас внести чувство вины и безнадежности если мы вернемся снова в Театире у нас есть община как мы говорим преданная которая позволяет внутрь себя опускает долопоклонство но не все люди в Театире подпали очарованию Забель есть люди которые ходят правильно с Богом были те кто не был вовлечен в ее грехи и им Yeshua говорит в 24 стихах не наложу на вас иного бремени только то что имеете держите пока приду на тех кто не впали в грех за грехи им Yeshua говорит я больше не возлагаю на вас никакое время больше просто подождите просто удержитесь пока я не вернусь возвращение Yeshua должно побудить нас святой жизнью очищаться и заботиться о том что необходимо когда Yeshua вернется за своей общиной мы не знаем точно мы не знаем это может быть любой момент это может быть сегодня завтра или позже ему хаут слово Божье не говорит нам что перед его возвращением должно быть что-то предварительное какое-то событие произойдет прежде его возвращения прежде возвращения за своей общиной то есть это может быть в каждый момент первая община ожидала с ожиданием Василия Yeshua ожидала потому что думали что вот-вот вернется и мы даже так же ожидать вот это должно произойти Yeshua вернется когда Yeshua вернется мы захотим чтобы он нам сказал как написано Матфея 5.16 Матфея 25.23 хорошо добрый верный раб в малом ты был верен надо многим тебя поставлю войди в радость господина твоего насколько мы захотим услышать эти слова хорошо добрый верный раб в малом ты был верен надо многим тебя поставлю войди в радость Господина Твоего. И тому, кто продержится, удержится до конца. Иешуа говорит, что он разделит тремя вещами. Царство, власть и слава. Царство победитель будет править вместе с Иешуа, вместе с ним. Власть победитель будет пасти язычников железным жеслом железным. Это то, что мы говорили вначале, что помощник гончара железным прутом будет разбивать негодные засуды. Также победитель будет развивать то, что разбивание народов, побивание народов железным прутом, написано в Салмах, что написано, что Иешуа железным прутом как это это то, что мы говорили. Но здесь победитель будет использовать победителя и даст ему железный прут, чтобы использовать нас в царстве тысячелетия. Не сейчас. Чтобы мы сломали все неправильно. Чтобы он хочет нас использовать в царстве тысячелетнем. чтобы сломать все неправильно. Если мы сейчас будем разбивать все, что неправильно, мы сделаем намного хуже. Мы не для этого времени инструменты будем. Что да, мы можем делать сейчас. Это сеять семена веры в сердцах людей. Пожинать плоды спелые и быть цветом и солью в нашем мире. В таком тяжелом нашем мире современном. Слава Иешуа разделит знамя свою славу. Это чудесные обитования. Итак, сделаем вывод. Мы находимся в шево игрот то есть эти семь посланий. Мы находимся в конце первого века нашей эры и меоминим что во втором или третьем поколении общины которые будут вначале будут влеплены энтузиазма и жизни и в постепенно они начинают терять жизнь которая есть в них. Они теряют энтузиазм которая была у них вначале. им трудно передать будущим поколениям такой же энтузиазм и такую же ревность по Богу. И как результат общины мы говорим о феотире она позволяет языческому миру проникнуть внутрь общины. и это дух из-за вели которая проникает и влияет на всю общину. Это вызов нам и сейчас в 21 веке как лично и как общине другим поколениям передать тот же дух энтузиазма не идти на компромисс с миром и со стандартом этого мира. Иешуа сын Божий умер за нас и мы спорты по его благодати и милости через его смерть за нас. Давайте помолимся в особенности за родителей которые воспитывают в это время поколения новое поколение и сталкиваются с такими трудными проблемами совсем чему дети подвергаются в школах и в СМИ совсем что какая информация волной нахлёстов и наших детей. Но не только за них. Помолимся что мы лично и как община не упали в компромисс с духом этого мира чтобы мы сохранили энтузиазм служить Господу. Отец когда мы учимся об общинах мы молимся чтобы ты дал нам озен и шмур ухаслышащи что есть духу сказать общинам что есть духу сказать нам лично Отец мы хотим быть теми те которые побеждают побеждают мир побеждают плоть побеждают дух искушений сатаны мы хотим жить жизнью правды правды и чистоты перед тобой и мы нуждаемся в своей помощи Господь и в это утро Господь пожалуйста наполни нас духом твоим дай нам силу от тебя держи нас чтобы мы не упали в особенности в такой тяжелый период сложный в котором мы находимся Господи дай нам устремить наш взгляд на тебя взгляд и черпать силы из надежды которую ты нам дал будь с родителями которые между нами которые посылают детей в школу которые должны послать детей в школу будь с ними дай им мудрости а развлечения знать что правильно и что нужно делать когда когда мир проникает это поклонство в школы дай мудрости знать что правильно что нам делать помоги нам а сохранить энтузиазм а этот дух энтузиазма чтобы служить тебе Господь спасибо тебе Господь амин